Первый закон Ньютона. Динамика. Основу классической динамики составляют законы, сформулированные в 1686 году великим английским ученым Исааком Ньютоном и носящие его имя. Эти три закона выполняются в системах отсчетов особого класса, инерциальных системах отсчета. Система отсчета называется инерциальной, если она покоится или движется равномерно и прямолинейно. Любая другая система отсчета, покоящаяся или движущаяся прямолинейно и равномерно, относительно инерциальной, также будет являться инерциальной системой отсчета. Система отсчета, движущаяся с ускорением, является неинерциальной и в ней законы Ньютона не выполняются. Строго говоря, Земля, движущаяся с центростремительным ускорением вокруг Солнца, не является инерциальной системой отсчета, но, учитывая очень маленькую величину этого ускорения, можно считать, что законы Ньютона на Земле выполняются. Первый закон Ньютона. Именно этот закон постулирует существование инерциальных систем отсчета. Представим, что к неподвижному штативу привязан на нити шарик массой М. Непосредственно на него действуют два тела. Земля тянет его вертикально вниз, а нить удерживает шарик от падения. Следовательно, действие нити направлено вертикально вверх и уравновешивает действие Земли. Действие одного тела на другое будем называть силой. Действие Земли – сила тяжести. Действие нити – сила упругости или сила натяжения. Устранить действие нити просто. Достаточно ее перерезать. Очевидно, что оставшиеся действие Земли, то есть сила тяжести, приведет шарик в ускоренное движение вниз. Устранить действие Земли, конечно, невозможно. Но представим мысленно, что Земля исчезла. Очевидно, что натянутая нить заставляет шарик с ускорением двигаться вверх. А теперь вообразим, что устранены оба действия на шарик. Логика подсказывает, что он должен остаться в состоянии покоя. Представим теперь, что этот шарик покоится в вагоне, движущемся равномерно и прямолинейно. При этом на него действуют те же самые тела – Земля и нить. Причем оба эти действия уравновешиваются. Однако, относительно Земли, шарик не находится в покое. Он движется равномерно и прямолинейно. Обобщая оба эти примера, можно сделать вывод. Тело находится в состоянии покоя или движется равномерно и прямолинейно, если другие тела на него не действуют, или их действия уравновешены, скомпенсированы. В этом и состоит смысл первого закона Ньютона. А впервые эту мысль высказал Галилей, сформулировав закон инерции. Отсюда название – инерциальная система отчета. В наших примерах и система отчета, связанная с неподвижным штативом, и система отчета, связанная с равномерно движущимся вагоном, являлись инерциальными системами отчета. Именно в таких системах выполняется закон инерции Галилея, включенный Ньютоном в систему законов динамики.